Все шлемы можно разделить на три группы. Шлемы с жесткими ушами, шлемы с мягкими ушами и шлемы фуллфейс. Фуллфейс похож на мотоциклетный и используется для экстремальных вариантов катания прыжки со скал, большие горы или кайтинг. Ранее существовало мнение, что с жесткими ушами это шлемы исключительно горнолыжные. Если уши мягкие, это сноубордическое назначение. Нет, это иллюзия. То есть жесткие уши нам нужны только для шлемов, ориентированных на спортивное применение. К жестким ушам можно прикрутить защиту подбородка. Эта задача стоит только у спортсменов и необходимость в этой защите подбородка, когда спортсмен ходит трассу с вешками. Одинаковые по размеру шлемы могут совершенно по-разному сидеть на голове разных людей, поэтому примерка обязательно. В частности, вот в этой модели жесткие уши направлены несколько внутрь, поэтому получается, что при широком, скажем так, лице, они начинают создавать давление на щеки, на скулы, что несколько вызывает дискомфорт у катающегося. Есть общее правило. Шлемы с мягкими ушами, как правило, комфортнее сидят на голове. Исключаются моменты, связанные с шириной скул. Безопасность при этом не теряется, так как она определяется зоной височной области. Поэтому жесткие уши или мягкие – это больше комфортность человека. И, скажем так, ставить перед собой цель найти именно шлем там, допустим, с жесткими ушами абсолютно не стоит. Для повышения комфорта изготовители делают возможную подгонку по голове, особенно на детских шлемах, устраивают вентиляционные отверстия, которые открываются и закрываются. Ну, а дизайнерских решений просто не счесть на любой вкус. Мех, кстати, тоже используется для дизайна, а не для тепла. Все шлемы теплые, держат температуру до минус 25, но внутрь стоит надевать под шлемник или балаклаву. Шлем, одетый просто на голову, больше скользит по волосам, волосы скользкие. Поэтому он не так плотен и может болтаться при катании, что нежелательно. Еще один полезный момент. Под шлемник закроет место стыка маски и шлема. Лоб не замерзнет. Примеряя шлем, помните, посадка должна быть комфортной, но достаточно плотной, чтобы экипировка не болталась при движении. В случае люфта просто получается, шлем теряет свои защитные свойства, потому что получается двойной удар. Если человек в случае падения, жесткий склон, у него сначала долетает шлем, и потом внутри шлем бьется голова. Защитные свойства сразу мы потеряли. Если же голова плотна, то есть когда она сразу одновременно приходит, тогда шлем уже принимает на себя эти гасящие ударные воздействия. И, в общем, вероятность получения травмы резко уменьшается. Имейте в виду, шлем после любого серьезного удара надо менять. С серьезными трещинами он уже не спасет вас и не примет на себя основной удар. Но даже самая совершенная экипировка не гарантирует стопроцентной защиты от травм. Поэтому при экстремальном катании используйте голову не только для демонстрации модного шлема.